всем добрый день вы смотрите канал рыбовод в этом видеоролике я хочу рассказать и показать бассейны которые применяются в УЗВ для выращивания рыбы бассейны могут иметь различные назначения в УЗВ мальковые подростковые личиночные для выращивания товарной рыбы в общем много много назначений они могут выполнять различные функции но в основном буду рассказывать об основном назначении бассейнов то есть о фиштанках фиштанк переводе с английского это рыбная емкость фиш рыба танк емкость в общем бассейны в которых растет рыба называют УЗВ фиштанками в общем бассейны бывают различных форм бывают бассейны квадратные квадратные со скругленными углами круглые овальные восьмиугольные шестиугольные двенадцатиугольные бывают в виде лотков удлиненных также бывают прямоугольные бассейны как по отдельности так и вместе стоящие вплотную друг другу которых которых имеется вот общие стенки но у каждого бассейна есть свои преимущества и недостатки сейчас немножко расскажу об этих недостатках преимущества преимущества в таком виде который в котором я знаю в общем квадратные бассейны имеют основной недостаток это застойные зоны они вот находятся вот в углах при движении воды в углах наименьшая скорость движения воды поэтому здесь как бы скопли скопление мусора осадков и калий как правило бывает вот это основной недостаток но преимущество в том что располагать бассейны помещениях УЗВ квадратные очень удобно в связи с тем что они занимают всю площадь если плотную поставить вот так еще один квадратный бассейн еще один то есть они плотно стоят друг другу и не теряет и не теряется полезная площадь вот поэтому вот такое преимущество у прямоугольных бассейнов немножко как бы сгладить неприятности по застойным зонам квадратных бассейнах помогают скругление углов вот есть такие квадратные бассейны и у них скругленные они как бы немножко при потоке воды не как бы не задерживают в углах остатки пищи фекалии рыбные там различные предметы всякие попадающие там воду в общем все такое что там плавает всякий грязь мусор поэтому такие бассейны немножко как бы помогают избежать скопление мусора вот так вот те бассейны в основном применяется в узв они помогают экономить и площадь и избегать скопление скопление осадка следующий бассейн это виды форма бассейна это круглый вот круглый бассейн как бы идеальный для содержания рыбы в том смысле что вода если идет по кругу она где не задерживается и при вращении вода допустим всегда собирается в центре но если кто не знает если допустим насыпать воду какой-нибудь мусор там предметы и раскрутить воду то весь мусор скапливается в центре вот такое свойство в этом отношении круглые бассейны идеальной центре всегда ставят водоприемную трубу с которой вытекает вода загрязненная поэтому весь мусор сходится сюда вода двигаясь по кругу нигде не задерживается нет никаких углов там турбулентные заветвение не образовываются поэтому такой плюс у круглого бассейна но круглый бассейн имеет недостаток при расположении плотную друг другу круглых бассейнов у них много свободного пространства вот в этих местах поэтому эта площадь теряется на неиспользуемая получается поэтому использование круглых бассейнов говорить об экономии площади не приходится в общем недостатки у круглых бассейнов в том что они не используют полностью площадь на которой размещаются помещений плюсы положительные стороны это то что круглые бассейны имеют идеальную форму для выращивания рыбы то есть рыба плавать по кругу нет застойных зон и так далее и тому подобное следующая форма овальная здесь тоже как бы скруглены углы и вытянутый круглый бассейн ну овальные бассейны достаточно редко применяется в заветном тем не менее применяются они так более менее компактно располагаются то есть помогает немножко экономить площадь но не сильно в общем везде у каждого бассейна свои есть преимущества недостатки где-то может быть удобнее применять именно овальные бассейны это все зависит от обстоятельств различных помещений от различных компоновок следующая форма бассейна это восьми шестиугольные они как бы имеют свойства и квадратных бассейнов частично то есть располагается более компактно и как помогает экономить площадь то же время увеличенные углы меньше задерживают осадок как бы превращает частично восьмиугольный бассейн напоминает круг и при движении воды по кругу вот не не сильно образуются завихрения у которых идет остановка мусора поэтому очень очень часто применяют восьми шести двенадцатиугольные бассейны то есть помогают частично экономить площадь и имеют как бы мало застойных зон следующий вид бассейна это лотки лотки как правило применяются для подращивания молоди ну и не только к примеру если небольшие лотки в них можно выращивать молодь и чуть больше то клариевый сом прекрасно у них растет и там другие рыбы для сетра допустим такие лотки сильно маленькие не пойдут так как осетру неудобно разворачиваться то есть ему надо пошире место для больших осетров а для маленьких для подростковых лотки как подростковые бассейны для малька общем их удобно располагать везде они не болезнь и небольшие переносить можно перекомпоновку делать там переставлять ну как правило не пластиковая бывает композитные или из полипропилена следующие виды бассейна это прямоугольные они могут быть такой по отдельности один бассейна квадратный или квадратный прямоугольные углы прямые или скругленные также так же могут быть бассейны прямоугольные скомпонованные вплотную друг другу вот получается что каждый бассейн имеет соседнем общую стенку то есть это очень удобно допустим если бассейны бетонные или железные на них можно ложить вот так вот помост ходить сверху обслуживать в общем экономят очень много места в основном во всех крупных узел и насколько я могу судить и видел по фотографиям по видео то все бассейны все крупные узел имеют вот такую компоновку бассейна в основном ну там есть и круглые конечно же и квадратные отдельно стоящие прямоугольные но в основном все все узел за вышки имеют вот такие вот такой вид бассейна теперь думаю стоит рассказать о материалах из которых изготавливается бассейн на мой взгляд основная масса изготавливается больших узел из бетона но во первых бассейны из бетона грубо говоря не самые прочные самые надежные самые долговечные но относительно долговечные и сравнительно недорогие допустим на эти бассейны можно ставить помост и ходить сверху по этим бассейнам по помосту в общем без вреда для них чего не сделаешь на многих других бассейнах вот так выглядит бетонный бассейн это судя по всему он только вылит и снята опалубка вот так тоже вот время изготовления сразу после отливки бассейн выглядит вот так вот видно скругленные углы даже специально отливались со скругленными углами чтобы было меньше достойных зон вот такие бетонные бассейны вот видите как я говорил основного всех больших узел все бассейны прямоугольные имеют скомпонованы друг с другом каждый бассейн соседний имеет общую стенку вот бетонные бассейны все в основном все та же форма хотя есть и другие формы там на других фотографиях покажу тоже прямоугольные вот лежат помосты по которым ходят кормят рыбу вот обслуживают бассейны эти вот бетонный бассейн молоть подращивается небольшой уровень воды в них вот бетонные бассейны круглые соответственно здесь свое удобство но конечно площадь не так экономится как при прямоугольные хотя вот видно рядом вот вот прямоугольные или квадратные бассейны вот они вот эти прямоугольные это крупные бетонные тоже видите помост лежит их кормушка так дальше у нас тоже бетонные бассейны вот все то же самое такое немаленькое взыве прямоугольные бетонные бассейны бетонные бассейны вот бетонный бассейн со сетром углы тоже скругленные довольно таки дешевым быстрым способом изготовить бассейн является дерево делает каркас такой деревянный внутри обтягивает пленкой специально вот ну в основном эти бассейны как правило те что на фотографиях используются для купания но они вполне пригодны и для узлы вот даже вот такой бассейны есть на это такое просто показываю как можно сделать но здесь пленку не натянешь особо потому что складки будут в круглом бассейна много складок и рыба при передвижении может их повредить вот тоже плавательный бассейн вполне сгодится для выращивания рыбы вот видно заполняет бассейн пленка натянута у меня тоже был деревянный бассейн просто квадратной формы небольшой у меня там производители сидели то пленкой тепличной я их оббил изнутри в два слоя ну не оббил уложил так ее закрепил сверху степлером то у меня этот бассейн почти полтора года просто жил нормально в принципе все было пока там сами не сделали как-то дырку я не помню как там образовалась или я там при когда мыл стенки сделал вверху не помню как там вода начала вытекать ну доски начали подгнивать как бы если бы не подгнивали доски то он бы еще долго и нудно у меня работал ну в принципе надобность немного впала поэтому я его разобрал он мне уже не нужен вот железные бассейны видно тоже помосты на них лежат бассейны покрашены правда снаружи видно покрашены голубым внутри белым бассейны желательно внутри белым цветом красить это очень важно так как на фоне белого цвета видно все обрастания видно что на дне лежит съеденный корм или не съеденный то есть как там рыба себя ведет если темная допустим дно бассейна то на темном фоне не очень видно рыбу и как бы не сильно просматривается что делается в бассейне на светлом фоне даже при мутной воде видно силуэт рыбы нормальной все что делается на дне вот тоже железные бассейны видно помосты на них вот это отбортовка такая на них видно усиливающего что у нас там ну следующий материал из которого делается бассейн это пленка ну как бы натянутая обтянутая снаружи каркасами называется каркасные бассейны вот люди купаются для купания в основном эти бассейны но они очень неплохо подходят для выращивания рыбы но многие применяют такие бассейны ну как бы для выращивания рыбы там немножко другая конструкция бассейна но тем не менее эти пойдут вот какой-то каркасный бассейн я такой конечно не видел в УЗВ но думаю до каких-то целей он пойдет видно какое-то подобие каркаса вот вот эти ребра какие-то жесткости но на этом на этой фотографии видно восьмиугольные бассейны то есть пленка клеенка какая-то и каркас железной трубы вот видно вот они удерживают бассейн чтобы держал свою форму каркасный бассейн очень легко установить очень быстро передвинуть в случае чего его можно скажем так быстро демонтировать перенести в другое место перевести перевести куда-то там быстренько это все дело развернуть в общем очень удобные бассейны у них есть один недостаток они очень как бы подвержены повреждениям если бассейн бетонный или железный повредить довольно таки трудно то этот бассейн случайно чем-то пропороть задеть там трубой какой-то или какой-то доской или какой-то еще железякой очень просто в принципе его можно заклеить но повреждаемость очень высокая тем не менее но и срок службы конечно меньше вот бассейны в момент монтажа их только установили еще водой не наполнены так как видно вот сморщена еще если бы была вода не были бы натянуты вот и такие вот бассейны вот тоже каркасные бассейны где-то полметра высотой но это здесь я так понимаю и может быть раков выращивает может быть малька какого-то это тоже каркасные бассейны вот каркасные бассейны вот тоже небольшой бассейн вполне подходящий для выращивания рыбы но все зависит только от размеров до которых выращивать в бассейне рыбу вот уже бассейны пошли пластиковые в основном пластиковые бассейны все основная масса делается из полипропилена так как он легко сваривается спаивается режется широко применяется вот бассейны старого образца по-моему не назывались пицца 2 бассейн вроде бы 2 на 2 метра квадратный с раскругленными углами и с ножками на эти бассейны делались из композитных материалов то есть стеклоткань типа полиэфирная смола в общем по моему так они делались тоже не плохие бассейны для определенных для каких-то своих целей можно подращивать рыбу у них до определенных размеров легко переносится складывается даже друг друга так как они видно вот конусные сужение идет по бокам сужение они вставляются друг друга поэтому их хранить перевозить очень очень легко вот видно круглые бассейны пластиковые у них видно подрастающая какая-то рыба небольшая ну сравнительно небольшие бассейны около двух метров вот прямоугольный бассейн вот видно железное обрамление дело в том что круглый бассейн имеет пластиковый вообще любой круглый бассейн круг имеет стабильную форму то есть при наливании воды давление воды равномерно по всему периметру бассейна происходит поэтому его нигде не выпирает ничего с ним не происходит и усиливать и круглые бассейны в принципе не обязательно прямоугольные бассейн или квадратные в которых имеется длинная ровная часть длинная сторона как например вот здесь вот длинная сторона вот здесь длинная ровная здесь самые такие слабые места поэтому если не усиливать каркасом вот этим то вот эту часть начнет распирать в эту сторону вода будет раздавливать поэтому все прямоугольные бассейны пластиковые обязательно усиливаются какой-то рамкой или еще чем-нибудь или ребрами из того же пластика вот видно круглые бассейны пластиковые здесь только вертикальные ребра стоят а верх видите вообще не усиленный абсолютно туристый круг как я говорил имеет стабильную форму и при наливании воды круг остается кругом чего не бывает с прямоугольными или квадратными бассейнами это нужно учитывать при изготовлении бассейна вот круглый бассейн сверху видно просто разрезана труба с одной стороны и надета на кромку чтобы не порезаться там не поранится только только для этого она никакой усилительной функции не несет поэтому не усилители ничего не надо потому что бассейн как я уже говорил вот даже видно на круглом бассейне вот где все три плавают нету не нигде усиления нету и здесь нигде усиления нету а вот на прямоугольных на квадратных стоит усиление это все пластик вот видно прямоугольный бассейн и видно прямо мощные борты такая сборковка идет то есть усиливает по по длине усиливает стенку чтобы ее не распирала вот так само видно что на квадратных бассейн закругленными углами припаивается усилительные ребра жесткости это обязательно потому что бассейн раздует под давлением воды а вот круглые тоже такие пластиковые бассейны вот опять таки бассейн но это похоже из композитных материалов пластиковые вот видно какая мощная бортовка идет поверх но этот бассейн не особо глубокий где-то с полметра но тем не менее при такой длине обязательно усиление здесь метра три-четыре поэтому при наливании воды боковые стенки вот эти вот их просто разопрет стороны вот так само бассейн видно у нас с усилением идет пластиковый но эти бассейны не очень большого размера поэтому здесь хватает такой вот от бортовочки небольшой поверху которого усиливает бассейн вот так само видно где закругление здесь особого усиления нет только по верху вот идет бортовка вот по бокам где прямая линия здесь видно вертикальные усилители стоят вот опять тот же и c2 почти круглый но усиление от бортовкой сделано вот опять тот же бассейн вот лотки которых я говорю небольшие но тоже усиленные потому что длина метра 3 где-то здесь усиление должно быть маленький бассейн маленький маленький он бассейн интересные видно при изготовлении и делает из четырех частей для удобства транспортировки и складирования когда они приезжают заказчику и там склеют или как-то собирают или сваривает и они уже получаются вот большой такой формы вот такие вот бассейны бывают вот бассейны круглые ну а теперь расскажу как непосредственно работает бассейн рыбоводный вот чистая вода подается в бассейн видно по стрелочкам ну она наполняет до определенного уровня его ну вот здесь дунный водоспуск водоприемная труба попадает в эту трубу по стрелочкам идет поднимается до определенного уровня и поворачивает под углом 90 градусов ну горизонтально вот в момент поворота вместе в том месте на том уровне где она поворачивает и примерно и расположен уровень воды в бассейне вот видно высотой вот этого поворота регулирует уровень воды и допустим здесь поставить трубу вот эту вот эту чтобы опустить сюда то уровень воды соответственно будет здесь но обязательно нужно делать перелив верхний так как при засорении забивание вот этой трубы где-нибудь в каком-то месте здесь на приеме здесь или где-то внутри уровень воды начнет повышаться так как вода не будет уходить и будет дойдя до верху бассейна до верхней кромки начнет переливаться что нежелательно поэтому ставят аварийную переливную трубу которая соединяется с этой трубой и уходит дальше к примеру как на этом рисунке труба выводит воду снизу поднимает вверх до определенного уровня которым задан уровень воды в бассейне и пошла вода на очистку а вот видно вот вверху подходит аварийная переливная труба или вода и так само она соединяется с этой трубой и соответственно отводит излишнюю воду которая переливается через верх сам бассейн желательно делать с уклоном в сторону водоприемной трубы из которого выливается вода из бассейна так как это в основном связано с тем что при как бы осадок грязный осаждается фекалий и вот такое остальное что там попадает бассейн оно как бы падает на дно и со временем уходит в самую нижнюю точку и спускается вместе с водой выходит но еще тут одна необходимость сделать уклон в сторону слива так как при сливе воды полностью она полностью уходит то есть не остается почти ничего если она где-то будет расположена но будет ровная труба расположена где-то на какой-то возвышенности то остается очень много воды что зачастую мешает обслуживанию бассейна пока вычерпаешь и так далее и тому подобное так вода вся полностью сливается помыл стенки бассейна со шлангой обдал их облил все вся вода грязная ушла а так и если останется вода грязная бассейн это не не удобно там ее надо вымакивать тряпкой еще чем-то выбирать в общем не очень удобно вот может быть водоприемная труба как сбоку уклон в одну сторону или как вы здесь по центру то есть уклон идет к центру это уже по желанию как кому удобно делать в основном водоприемная труба по центру расположена вот как вот на рис на подфотке видно вот здесь тоже видно водоприемная труба по центру вот тоже водоприемная труба по центру расположена видно в бетонном бассейне вот здесь сбоку но здесь видать и уклон в эту сторону здесь водоприемная труба в виде получается в виде сетки допустим поговорим о водоприемной трубе если мы допустим ее сделаем вот так как вот допустим в ванной там или душевой ну такое устройство я забыл как оно называется вот как оно выглядит вот с дырочками перфорации плоская такая крышка допустим если рыба какая-то погибнет ляжет ну ее притянет течением воды она ляжет прижмет ее водой и она закроет все дырки или большинство и получается что поток воды уменьшится и вода начнет переливаться через верх очень нежелательно ну и соответственно что все фекалии будут соответственно не будут проходить так как это в основном будет закрыта эта часть поэтому трубу желательно делать вертикально вот как здесь то есть рыба не может сразу облепить вот это все и забить доступ к воды делается примерно так такая труба но это для наглядности это асбестовая труба берется пластиковая труба делаются дырки и вертикально ставится в бассейн ну вот как на этом рисунке там дырки сбоку и вода со всех этих на разных уровнях уже попадает туда если она снизу забьется она вверх будет уходить если сверху забьется через низ то есть возможности уйти воды из бассейна будет предостаточно вот так вот делается донный водоспуск ну а теперь хочу рассказать о том как делается бетонный бассейн ну это расскажу я настолько насколько знаю я может какие-то другие варианты бывают они бывают конечно но я сам лично применял такой способ изготовления мне очень понравилось причем не единожды не один бассейн так делался мною и моим компаньоном поэтому способ проверенный рекомендую в общем для начала выбирается ну это бассейн бетонный выбирается земля до довольно таки плотного грунта ну допустим у нас на глубине полметра уже начинается там частично глина земля но довольно таки плотно притрамбовывается и насыпается сантиметров 20 шлак заливается водой опять таки притрамбовываются и получается что как бы подушка на шлаковую подушку выливается бетонная подушка вот такая сантиметров 15 шлаковая подушка сантиметров 20 и бетонная сантиметров 15 вот внутри черная полоса это арматура обязательно армируется арматурой с промежутком 20 на 20 то есть рифленка арматура ложится клеткой 20 сантиметров на 20 это придает особую прочность этой подушке затем выливаются стенки стенки у меня вылиты 15 сантиметров толщиной ниже не рекомендую потому что как бы возрастает опасность разрушения хотя может быть ничего страшного в этом нет но тем не менее у меня 15 сантиметров вылит и внутри заложена арматура три пояса это на высоте 20 сантиметров пола бассейна затем на высоте полметра и на высоте метр то есть три пояса и вертикально стоят через полметра арматурены тоже нет по моему 14 или 12 корыфленка вот выливается на вот эту бетонную подушку выливается стенки просто выливаются затем никогда не высыхают снимается опалубка стелется или фольга изол на дно или изолон то есть изолирующая такая вспененная листовая масса в рулонах она продает фольга изол называют с одной стороны как бы фольга или имитация фольги можно тройку можно пятерку толщиной ложить внутри 5 миллиметров и он заворачивается наверх и немножко выше вот это вот это тоже бетонная подушка немножко рассчитан выше сантиметров на 5 выше этой подушки да зачем я сейчас объясню этот фольга изол как бы он является подложкой и плюс он является изолирующим теплоизолирующим слоем вот у меня здесь заложена металлопластиковая труба змейкой заложена по спирали в этой подушке бетона она просто лежит прямо на этот на фольга изол 3 прикладывается и в некоторых местах крепится саморезами ну чтобы форму держала и труба выводится на наружу металлопластиковая это получается обогревающая спираль она заливается бетоном бетонной подушкой но бетонная подушка делается с уклоном соответственно чтобы уклон в сторону слива воды а вот эти вот выступающие оставшиеся выступающими части фольга изола потом обрезаю вот ножиком по периметру обрезаю и заталкивает как можно ниже туда внутрь ну щель образовывается такая 3 5 миллиметров ну 5 миллиметров если брать 5 миллиметровый фольга изол и заталкиваются вниз и вот это освободившееся пространство между вот этой подушкой дном бассейна и стенкой бассейна засиликонивается просто силиконом промазывается затем все за штукатуривается церезитом cr65 этого гидрофобный церезит не пропускающий воды где-то толщиной 5 8 5 7 миллиметров достаточно можно другой использовать гидрофобный какой-нибудь раствор затем я я покрасил белой водоотталкивающей краской специальная резил называется краска она имеет основу резин резиновый такой композит такой композиция резиновая она застывает как резина она белая и на фоне ее все хорошо видно вот и допустим когда я начинаю включаю горячую воду на подогрев бассейна то вот эта плита расширяется там на какие-то миллиметры и вот этот слой вот этот по бокам который лежит вот здесь и здесь но по периметру он как бы немножко сжимаются сжимаются и дает расширяться бетону а если бы он по оплотную был прилип бетон к этому стенкам он бы просто раздавил эти стенки они треснули как бы делается запас такой как бы тепловое расширение тепловой зазор вот ну вот в принципе все но здесь не нужно забывать что в этот вот написано видно металлопластиковая труба белая у меня заложена вот эта арматура подушки это металлопластиковая труба делается уклон вот этого пола в сторону водоприемной трубы как у меня вот здесь видно где вода идет по этому полу ну где голубой цвет это вода по трубе идет переливная труба ну в принципе вот так вот у меня сделан бассейн кому непонятно что будем задавайте вопросы в комментариях или на форуме на рыбоводном подача воды идется сверху бассейна как правило она может быть просто выливаться через трубу может распыляться через флейту так называемую то есть труба с многими там дырками перфорированными и через эту флейту попадает вода в бассейн так вариантов много обязательно вернее желательно нет скорее обязательно накрывать бассейн сеткой потому что осетры имеют свойство выскакивать из бассейна другая рыба теляпия выпрыгивает осетры пытались выпрыгнуть ну можно поставить бортики вокруг бассейна высокие там сплошные или с доски или еще чего нибудь ну вот видно вот бассейн накрыт сеткой это правильно сделано так и должно быть это предохраняет от выпрыгивания рыбы наружу ну в принципе все что узнал и рассказал о бассейнах может что то забыл помню потом расскажу повторюсь задавайте вопросы в комментариях или на рыбоводном форуме рыбоводком в общем кому понравилось подписывайтесь на мой канал желаю всем удачи вот